Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. И представляю сегодняшнего нашего гостя Александра Булдаков. Член общественной палаты Кировской области. И член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог при общественной палате Кировской области. Правильно? Правильно. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю нашим слушателям, что нас можно не только слышать, но и видеть. На нашем сайте эхокирова.ру идет видеотрансляция эфира. Там же можно задавать вопросы гостю через форму анонсов. Также их можно задать через смс 8909-720-101.0. Ну и пока мы ждем ваших вопросов, давайте сразу же начнем с редакционных. Первая тема. Обычно мы начинаем с кадровых перестановок. Достаточно громкая история. Сергей Машногорский покинул правительство Кировской области. Сообщили накануне все кировские СМИ. Анонсировалось это событие еще в начале апреля. Тогда, правда, областное правительство опровергало эту информацию. Говорило, что Сергей Машногорский находится в отпуске. Злые языки утверждают, что Сергей Михайлович мог покинуть региональное правительство по двум причинам. Во-первых, называется некий конфликт, неконфликт, недоговоренности, не нашли общего языка. Два зампреда. Константин Мищенко и Ольга Куземская, которые сейчас курируют дороги. Второй вопрос. Ну, там уж вообще как-то все страшно. Говорят, что Сергей Машногорский якобы испугался некого возможного преследования, связанного с историями, тоже упоминавшимися в СМИ где-то в начале года по поводу закупки щебня и еще что-то. Ну, вот, собственно говоря, это такая штатная история или не штатная? Все-таки, насколько я понимаю, первая такая отставка, да? Ну, да. Это, наверное, первая такая крупная отставка в новом правительстве. Ну, и вот те слухи и домыслы, которые в средствах массовой информации обсуждаются, они ведь рождаются откуда? Они рождаются из-за отсутствия, собственно говоря, официальной какой-то точки зрения, официальной информации. И поскольку СМИ уже более чем месяц назад об этом написали, официального ответа никакого нет, СМИ продолжают домысливать дальше, да? Знаете, как ребенку там мерещится чудище, когда выключается свет, так, соответственно, всем людям воображение рождает какие-то образы, если нет понятной информации по этому поводу. Поэтому здесь мне сложно вам сказать, в чем причина, но то, что это кадровое изменение не своевременно с точки зрения сезона ремонтного, это точно, да? Потому что, ну, новый человек придет, ему все равно нужно какое-то время. Все равно нужно там разобраться, какие процессы идут в данный момент. А ведь все-таки и федеральные дороги сейчас ремонтируются управлением Росавтодора, да? Значит, идет большой объем финансирования на агломерацию, да, на Киров, Слободской и Киров-Чапецк. Нужно приводить в порядок дороги региональные, областные. Вот, все это министерство должно координировать. И, конечно, ну, не самое своевременное, как бы, да, это решение. Там причину его, еще раз говорю, я не знаю, могу только догадываться. Очень странно, что она не называется вообще. На фоне всех слухов, которые были, наверное, можно было сказать, да, там, ну, по семейным обстоятельствам человек уехал, да? Всякое ведь бывает. Конечно, как бы, это дело представителей правительства, там, называть ее или не называть. Но в итоге они ведь сами сталкиваются, собственно говоря, с тем, что эти слухи и домыслы возникают. Вот, поэтому, ну, пригласите. Мы пытаемся. Мы пытаемся, пока не идут. Пригласим, ну, может быть, к вам не идут, в другое место пойдут, как бы, да. Но хотелось бы, на самом деле, услышать позицию курирующего заместителя о том, что, как бы, вообще, какие, собственно говоря, там, причины, да ладно, причины, какие дальше цели, какие, что дальше-то, собственно, да? Вот это хочется узнать. Мне, в первую очередь, как члену по... Рабочей группы. Рабочей группы, да, по контролю. Вот, потому что, когда, вы знаете, вот мы обсуждаем какую-то конкретную тему, у нас все присутствуют, там, дорожные, дирекция дорожного хозяйства городская присутствует, присутствуют представители Росавтодора федерального, присутствуют подрядчики. И когда мы какую-то тему обсуждаем, неизбежно, вот, вот каждый раз возникает вопрос к министерству, и каждый раз пустой стул, как бы, у нас стоит. А, то есть, и к вам тоже не ходит, получается? Ну, да. Ничего себе. Вот, ну, Александр Александрович Галецких обещал поднять эту тему на следующей встрече с Игорем Владимировичем, с временно исполняющим обязанности губернатора. Вот, мы бы, как бы, хотели понять, потому что, ну, это, знаете, как, когда в оркестре, как бы, не пришел один инструмент на гуру в игре, а, да, там, один музыкант, песни не сыграешь. Так и здесь, когда мы обсуждаем какую-то тему, и нам нужно договориться о чем-то, да, как дальше двигаться, а один стул постоянно пустой, ну, неэффективно, понимаете? А как же вы выходите из ситуации? То есть, вы какие-то бумаги, не знаю, там, решения, какую-то резолюцию с вашей встречи переправляете туда или как? Ну, конечно, ну, мы же не этот, не репрессивный орган. Ну, конечно, да, я понимаю, что его только рекомендовать можете. Да, то есть, например, нам, там, иногда хочется понять, по какому принципу там распределяться финансирование, да, потому что даже зачастую представители, там, дорожного комитета, поглядывая, как бы, на этот пустой стул, говорят, что мы-то вроде как вот, ну, так вот думаем, да, вот коллеги, наверное, думают по-другому. А почему и думают по-другому? Спросить не у кого. Коллеги не объясняют. Коллеги не объясняют. Александр, скажите, пожалуйста, а может быть, вот, ну, не знаю, как-то в рабочей группе есть информация о том, а кто займет место Сергея Машногорского? Потому что в правительстве, я так понимаю, официально пока не озвучивают это. Нет, ну, по крайней мере, у меня информации такой нет. Да я думаю, что гадать на кофейной огущей, надо просто дождаться этого решения. Ну, как же мы без министра-то будем в сезон ремонта дорог? Это правда, что тяжело без министра в сезон ремонта дорог. Ну, я рассчитываю, надеюсь, что в скорейшем времени это произойдет на значение. И, наконец-то, на заседании нашей региональной рабочей группы появится этот заполненный пустой стул, заполнится квалифицированным, компетентным человеком, который даст ответы на многие вопросы нам. Хорошо. Ну, давайте прямо вот к рабочей группе перейдем непосредственно к ремонту дорог. И, наверное, все-таки от информационного повода оттолкнемся. Накануне на сайте общественной палаты была опубликована информация о том, что открыто голосование за участки улиц, которые нужно отремонтировать в первую очередь, но уже в следующем году. Да, действительно. То есть ровно такую же работу мы проводили в прошлом году, когда те участки, на которые уже есть проектная документация, они были выставлены на голосование, тот же самый проспект строителей, ну и так далее. Все это видели, да. И именно по итогам этого голосования городская администрация составляла уже план, график этого ремонта. 55 или 57 участков в нем, насколько я помню. Да, да, да. Ну, нужно посмотреть, уточнить. Больше 50. Чем это хорошо? Потому что, когда известно, что мы будем делать заранее, опираясь на мнение жителей, можно своевременно подготовить необходимые документы, своевременно провести торги и начать ремонтировать там уже в апреле, в мае. А не в июле, а не в августе? Да, да. Ну, это ладно еще. Хорошо не в сентябре, как бы, да? Потому что, я помню, были такие случаи, когда там доделки по некоторым контрактам уже там осенью проводились. Вот. В этом году объем ремонта большой на сайте дирекции дорожного хозяйства. Точнее, там у них есть достаточно неплохой аккаунт ВКонтакте, где они публикуют ежедневно, что они собираются делать. И вот я, например, туда заглядываю. В течение дня, да? С точки зрения того, чтобы просто не нарваться, как бы, на перекрытую улицу где-то. Да, вот в этом, конечно, удобно. Вот. И что касается, там, такой деятельности рабочей группы, ну, наверное, коллеги мои и руководители рабочей группы, и представители дирекции дорожного хозяйства еще расскажут об этом в ваших эфирах. Завтра мы их ждем. Да, я только скажу, как рядовой член, собственно, рабочей группы, что там у нас регулярно мы видим, где какие идут ремонты, где идет приемка. Вот. Въезжаем. Ну, достаточно простая схема. То есть нужно проверить протяженность соответствовательной конкурсной документации, ширина. При вырубке керна посмотреть толщину. Вот. Дальше это все, вот этот, собственно, вырубленный кусочек отправляется на экспертизу. Здесь, конечно, нам, ну, мы, в общем, все-таки применяем презумпцию, как бы, невиновности, да, грубо говоря. Презумпцию добропорядочности экспертов. Подрядчиков. Да, ну, экспертов, в первую очередь, да. Ну, смотрите, там процедура следующая. Они везут в свою лабораторию, подрядчик, который делает, и обязаны везти в какую-то, собственно, одну независимую. Но на практике получается так, что у нас Росавтодор, точнее, Вятавтодор и город Дормострой, значит, возят просто друг к другу, как бы, эти образцы, да, вот. Вот, ну, там, это не мои слова, там, представитель Росавтодора федерального предполагал, да, что если один другому скажет, что у тебя сегодня плохо, как бы, другой, можно сказать, завтра, что, и поэтому... Поэтому они друг друга стараются не обижать. Поэтому есть доля вероятности в том, что они стараются друг друга не обижать. Хотя я, опять же, говорю, что я не утверждаю это. Но хотелось бы, наверное, иметь какую-то третью лабораторию, которая, где нет вот этой круговой, как бы, пороки, да. Так, и как? У нас такая лаборатория есть, но, значит, она с этим делом не связывается, и это там отдельный подрядчик, который, собственно говоря, вот сам, значит, свою работу делает и вот в эти игры не играет, что называется. Поэтому предложением рабочей группы было, значит, на базе либо Вятского государственного университета, где есть все необходимые, собственно говоря, технологии для этого, создать независимую лабораторию, вот у которой точно не было бы никакой заинтересованности. Александр, когда было сделано предложение? Ну, собственно, на последнем заседании рабочей группы, которое было на прошлой неделе. Вот, завтра у вас, Ботка, Станин Сергеевич, вы можете уточнить, как продвигаются... Сечихин. Сечихин, да, как продвигаются... Вопрос лаборатории. Третий независимый. Третий независимый лаборатория. Который сама дороги не ремонтирует. Да, который сама дороги не ремонтирует, и у которой нет никакой заинтересованности в том, чтобы там что-то, значит, изменять в итогах измерений. Потому что, на первый взгляд, ну, вот приехали, мы же не специалисты, мы знаем технологию, мы знаем, как бы, ну, то есть основные моменты, что должно быть, но когда там вырублен керн, мы его только можем померить в толщину. Вот, ну, собственно говоря, там, ну, какой-то... Невооруженным глазом не поймешь. Да, какой-то там, ну, уж прям совсем специалист, там, какие-то фракции разглядит, как бы, да, но все-таки мы же все-таки общественники, и мы, наша-то задача мнение общественности доносить. Поэтому здесь нам приходится доверять тем лабораторным исследованиям, которые представляют. Ну, хорошо, берем, значит, вопрос создания и появления третьей лаборатории контролирующей также на контроль. Давайте еще немножко про голосование на 2018 год. Слушателям нашим расскажем, да, где, как можно голосовать. То есть на сайте общественной палаты, pko43.ru, в разделе контроль за ремонтом дорог, хотя, наверное, ну, я попросил коллег уже переместить это голосование прямо на главную страницу, чтобы было видно. Ну, и сейчас там на один клик просто побольше, контроль за ремонтом дорог, там можно выбрать свой населенный пункт, там Киров, Кирово-Чапецк и так далее, выбрать улицу и, собственно говоря, проголосовать. Проголосовать, там, насколько я понимаю, даже можно протяженность какую-то участку указать, там от такого-то перекрестка до такого-то. Да, ну, то есть, ведь все участки, которые там находятся, они уже задефектованы, и, собственно говоря, если там на одной улице два таких участка непроезжих, то там будет два участка. Указано. Да, ну, еще раз повторяюсь, там только участки, на которые уже подготовлена проектная документация, то есть, которые можно просто брать и делать там, да, были бы деньги и желания. Я напомню нашим слушателям, что голосование продлится до 1 июля этого года, да, пожалуйста, будьте активными, потому что, собственно, от вас тоже зависит, насколько быстро начнут ремонтировать дороги в следующем году. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир, напоминая, что Александр Булдаков, член общественной палаты Кировской области и член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог, высказывает свое особое мнение. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Мы продолжаем выслушивать особое мнение Александра Булдакова, члены общественной палаты Кировской области, члены рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. Завершили тему с голосованием на сайте общественной палаты за новые участки, которые будут ремонтироваться в следующем году. Переходим к еще одной нашей теме. Тема громкая. Началась она еще на прошлой неделе, когда Дмитрий Кордиумов, исполняющий обязанности зампредобластного правительства, сообщил, что на месте снесенного больничного городка на улице Московской, все знают, да, где это находится, угол Московской и Октябрьского проспекта почти, появится некая зеленая зона. В СМИ появились красивые совершенно там картинки, да, дорожки, какие-то зеленые лужайки, скамеечки, все замечательно. Особенно замечательно, учитывая жилой дом нововыстроенный, да, который наверняка в некотором смысле там создаст напряженную обстановку и загазованность на перекрестке Октябрьской и Московской. Ну и вот, собственно, не успели мы порадоваться, как сообщает сайт Newsler.ru о том, что якобы, якобы, исполняющая обязанности зампреда Ольга Куземская, то есть тут у нас два зампреда сталкиваются, написала докладную записку в Рео губернатора Игорю Васильеву о том, что не нужно распространять информацию о появлении зеленой зоны. А участок этот якобы зарезервирован, областная земля, я напомню, да, под строительство некого конгресс-хола и еще каких-то там зданий делового назначения. До сих пор официальной информации и подтверждения, так это или не так, от областного правительства не поступило. Люди, опять же, гадают и не могут понять вообще, что происходит. Вот ваше личное мнение, все-таки там нужна не зеленая зона или городу действительно нужен какой-то объект, где можно проводить, не знаю, там конференции, какие-то деловые встречи, симпозиумы, еще что-то? Мое личное мнение абсолютно однозначно, там нужно сделать зеленую зону. Вот специально сегодня перед нашим эфиром посмотрел карту города, а вот от этой точки ближайшая зеленая зона — это парк имени Кирова у цирка. Следующая, в другую сторону, это сквер на профсоюзной Карла Маркса. Значит, в сторону восточную — это Александровский сад. И в западную сторону — это парк Победы. Представляете, насколько далеко все близлежащие парковые зоны, если тут погулять с ребенком или просто пройтись вечером, негде. Некуда. Да, то есть остается только сам, собственно говоря, бульвар по центру Котябрьского проспекта. Ну, об экологичности этих прогулок как бы мне сложно судить, да, несмотря на то, что там два ряда деревьев, какой-то там поток. Ну, понятно, там загазованность, конечно. Конечно. Вот, поэтому здесь в первую очередь нужно опираться на мнение населения. То есть я рассуждаю как обычный гражданин в этой ситуации, как горожанин. Но если ни в ту, ни в другую, ни в третью сторону, ни в четвертую, ни одного парка нет, ну почему бы его здесь не сделать? Ведь если сейчас это место застроить, все, больше никогда здесь парка не будет. Ломать никто ничего, рушить не будет. Это деревянные здания, тут отстояли свой век, да. А там обратного пути не будет. Там про конгресс, холлы и так далее. Ну, наверное, если мыслить там с точки зрения предпринимателя, да, это дело нужное. Но вот аргумент о пешей доступности от правительства области... Было это тоже в докладной записке, если это настоящая докладная записка, конечно. Ну да, то есть, ну слушайте, ребят, ну можно сесть в машину и уехать куда нужно, как бы, да. То есть, ну, как говорится, пешая доступность и комфорт там не такого большого количества граждан в обмен на прогулочную зону для большого количества людей. Ведь речь не только об этом доме 25-этажном, речь вообще как бы о всем микрорайоне. Конечно, конечно. Вот, и тем более, что Кировский ССК, насколько я понимаю... Да, компания-застройщик. ...предлагала как раз вот вариант решения планировочного этой парковой зоны. Совершенно очевидно, что у них здесь есть как бизнес-интерес, так и общественный интерес, да. То есть, появление... У них это мы ССК имеем. Да, у ССК. Появление этого парка, очевидно, сделает более привлекательным жилой комплекс. Разумеется. Ну, это и хорошо, но и появление этого парка сделает более комфортной жизнь всех остальных граждан, которые живут в округе. Мне кажется, это идеальное решение. Вот, поэтому ССК здесь надо просто поаплодировать, сказать молодцы, как бы, да. Другой вопрос, что земля-то областная, и решение будет приниматься... На уровне правительства области. Но, опять же, очень хотелось бы, чтобы людей, которых непосредственно это затрагивает, а в первую очередь жители этого микрорайона, кто-то бы спросил. Мне кажется, что если бы их спросили, я думаю, что мнение у них было бы схожим с тем, что я сейчас вам говорю. А мне кажется, что большинство жителей и микрорайона, и, наверное, и покупателей квартир в новом жилом комплексе, возможно, еще и не поняли, что происходит. Вот, я думаю, что очень хотелось бы, чтобы информация от правительства области поступила полная и своевременно по этому поводу, потому что, если они поймут, как-то не так, то, мне кажется, там могут и какие-то протестные акции возникать и так далее. Ну, кто-то сейчас как-то политическая сила возьмет, скажет, ребята, у вас тут должен был быть парк, а его не будет. Ну, они скажут, что у нас тут и не должно было быть никакого парка, не планировалось ничего. Мало ли, что там застройщик говорит. Вы людям это скажите, как бы, да? Нет, я не про этот дом, который строится, а вообще про те, кто там ждал, 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 значит, 20 лет, пока эти больничный городок снесут, и вместо него, как бы, снова никакой зеленой зоны нет. Нет, я не знаю, как бы, как люди к этому отнесутся, но мне кажется, да, что если людям кто-то там вбросит, как бы, спичку и скажет, что вас тут, как бы, пытаются обмануть, хотя, возможно, это не так, да, и, скорее всего, это не так, потому что, как мне известно, на, значит, этом участке обсуждалось и строительство здания арбитражного суда, да, и, ну, что-то другое, но, по крайней мере, не в полном объеме, да, то есть какая-то часть все равно могла бы быть зеленой зоной. А в том документе, который опубликован на сайте репортера, говорится о том, что для реализации масштабного институционного проекта необходимо задействовать всю территорию, и тогда уже, как бы, под парк-то ничего не остается. Вот. Опять же, то же самое, что мы говорили с, там, отставкой министра транспорта, да, но очень бы хотелось от правительства области просто по каждому поводу, который может вызывать слухи и домыслы, понятную позицию. Мы делаем это так-то, потому-то, потому-то. Наши аргументы такие. Угу. Отлично. Понимаете, ведь даже, я не знаю, тут, конечно, граждане не солдаты, да, но даже когда в ходе, там, учений или какой-то военной операции, там, солдат сидит в окопе, как бы, ему говорят, иди туда, ему командир объясняет всегда, зачем это делается, потому что солдат из окопа не видит, как бы, картину боя. И если ему не объяснить, почему надо идти туда, а не сюда, он может сказать, а что туда-то вроде, да, туда, и, соответственно, эффективность, там, этой учения или военной операции будет меньше. Так и здесь. Если люди будут понимать, что делает правительство, зачем оно это делает, будут внутренне с этим согласны, будут, они будут и поддерживать, и помогать, и голосовать, там, собственно говоря, за этих представителей. Если же точной информации нет, ну, возникают слухи, домыслы, недоверие, еще что-то, да. Вот, поэтому, ну, я с большой надеждой, как бы, вот. Мы все с большой надеждой смотрим за окно. Смотрим за окно, да, что вот по таким вопросам, где, ну, может быть, совершенно не по вине, как бы, органов исполнительной власти возникают вот такие вот спорные ситуации, но их же можно просто прояснить, да. Александр, расскажите, пожалуйста, вот общественная палата, вы, как член общественной палаты, вы же, наверное, имеете какие-то полномочия, то есть можно же, наверное, запрос какой-то написать туда. Вряд ли они, ну, как-то очень активно отзовутся на письма обычных жителей, если только вот, ну, не вал их совершенно будет, но на письмо общественной палаты, наверное, можно как-то отреагировать? Ну, конечно, конечно. Ну, то есть соответствующая комиссия общественной палаты обязательно обсудит этот вопрос, и что будет принято решение. Ну, мне кажется, что хотя бы подтверждение какое-то получить, это подлинная была докладная записка, то, о чем сообщают СМИ, или это вымыслы какие-то, потому что позиции мы не комментируем слухи, и в этом я с вами совершенно согласна. Она, ну, тупиковая же, да, в некоторых случаях. Ну, все зависит, смотрите, критерий истины – результат. Что приводит к результату? Если в результате некомментирования слухов возникают какие-то ошибочные суждения у жителей, и жители там начинают вставать в какую-то протестную позу, ну, результат плохой, значит, лучше было прокомментировать, да? Если это, собственно говоря, ни на что особо не влияет, ну, наверное, и не надо комментировать. Тут все зависит от этой ситуации. Но в данной конкретной ситуации комментарий нужен? Я считаю, что, конечно, нужен. Вы считаете, да. Александр Булдаков, член общественной палаты Кировской области, у нас в гостях, высказывает свое особое мнение. Небольшая реклама, и вернемся в студию. Программа «Особое мнение» продолжается. Напоминаю, в нашей студии член общественной палаты Кировской области Александр Булдаков. Ну, и еще одна тема тоже из жизни общественной палаты, я бы сказала. На прошлой неделе, если я не ошибаюсь, собиралась комиссия по экономике, обсуждали, презентовали, выслушивали антикризисный план, касающийся развития промпарков. То есть решила о трех объектах. Игроград, промпарк Вятских полянах и промпарк в Слободино. Верно? Верно. Да, а что там было? Потому что, опять же, информация из СМИ разнится. То есть от каких-то совершенно апокалиптических вещей в Кирове выставят на продажу комплекс, здание промпарка, Игроград. Тут уже сразу начинаешь думать, что все плохо. До того, что создан некий антикризисный план, по которому, собственно, корпорация развития Кировской области, как я понимаю, будет работать и каким-то образом выходить из ситуации. Да, ну, собственно, у корпорации развития новый руководитель. Наша комиссия. Было бы интересно выслушать, собственно, его видение на деятельность корпорации, на текущую ситуацию. Первая была ваша встреча, да? Да, это была первая встреча. Ну, опять же, можно там промпарки, особенно в Вятских Полянах, все, что там происходит, критикуют давно. Чтобы, как говорится, не уходить в дебри, я еще раз хочу сказать, что критерий истинный результат. Зачем задумывался он про парк в Вятских Полянах? Затем, чтобы в трудный кризисный период, когда, значит, в Вятских Полянах была серьезная проблема с заводом Мола. Ну, на город Вятские Поляна, напомню, да? Чтобы создать, значит, нового игрока на рынке труда для того, чтобы оперативно людей занять в ситуации, когда они там потеряли работу. Создать дополнительное количество рабочих мест. Совершенно верно. Это тактическая задача, ее нужно было решать немедленно, под это были выделены соответствующие средства. Но вообще идея промпарка, ведь она заключается не просто в том, чтобы создать какие-то льготные условия, и постоянно государство кормило этот бизнес, подкармливало. А для того, чтобы создать стартовые условия, чтобы затем люди... Раскрутились. Да, люди, пришедшие, воспользовавшись этим льготным условием, наоборот, создавали прирост налогооблагаемой базы, значит, там, ВРП и так далее. И уже, соответственно, эффект был бы в пользу государства. Получилось? Если там, соответственно, два результата занять людей и создать новый бизнес, новое производство, нового налогоплательщика в регионе. По первому вопросу, ну вопрос, количество занятых, но оно не сопоставимо с теми потерями... С вложениями. Да, 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 первое, с вложениями, там, по-моему, что-то около пяти миллионов, там одно рабочее место стоило, да. Несопоставимо с вложениями, да и несопоставимо с уровнем безработицы, который в тот момент возник. Первый момент. И второй момент. Прошло уже много лет, а промпарк до сих пор, мало того, что не вышел на самоокупаемость, то еще и, собственно говоря, ежегодно несет потери. Убытки. Да, и несет убытки. И там новый руководитель заявляет о том, что, конечно, было бы неплохо, если бы нам дали 10 миллионов из бюджета, тогда бы мы все проблемы решили. На что члены общественной палаты сейчас сказали, так, ребят, ну сколько аж можно... Сколько можно выделять миллионов. Да, то есть уже пора бы, чтобы вы бюджету-то начали помогать, а не наоборот. Хотя там с точки зрения, ну, прям тактической ситуации, шаги, они разумные. Сократить расходы, да, значит, там подумать, где можно увеличить доходы. Но подходить к этому нужно настолько аккуратно, потому что, когда они говорят, мы сделаем всем, значит, там, сейчас у кого-то аренда, там, 100 рублей за метр, у кого-то там чуть больше, сделаем всем 180, а себестоимость, по-моему, 160, там, с чем-то. То есть это один из пунктов антикризисного плана, увеличение арендной ставки. Да, чтобы, соответственно, закрывать себестоимость. Я думаю, как предприниматель, да, сам, то есть вот у меня, вот офис прямо в центре города. Немножечко поближе к микрофону. 500 рублей плачу за метр, офис вот прям в центре города. В центре города Кирова. Города Кирова. А не вятских полян. Да, 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 значит, что называется, центрея не придумаешь, 500 рублей за метр, да. Там, мои коллеги чуть-чуть во дворах платят, там, 280 рублей за квадратный метр. Это офисное, отремонтированное помещение. Опять же в Кирове. Опять же в Кирове. 180 рублей за метр в ангаре в вятских полянах, даже еще не в самих, а немножко, как бы, в пригороде, да. Ну, есть с чем сравнивать, да. И то, что там себестоимость 160 с чем-то рублей, ну, это не, как бы, не ответ. Это не проблема предпринимателей, которые там арендуют помещение. И, учитывая тот факт, что там от так называемых, как же они называются, резидентов, да, уже часть из которых там побывала и ушла, оставив долги, говорит о том, что, значит, не все там так было комфортно и не удалось им создать там эффективный бизнес. То не получится ли так, что поднятие этой аренды приведет к еще большему оттоку? Оттоку, совершенно верно. И здесь поговорка «лучше что-то, чем ничего» она имеет, как бы, место быть. Вот, поэтому, когда мы говорим о задачах, которые ставились, и о результатах, возникает вопрос резонный. А вообще, есть ли смысл продолжать заниматься этой деятельностью, продолжать поддерживать эти промпарки? Может быть, действительно проще их реализовать и закрыть проект? Потому что сейчас, там, слава богу, ситуация с рынком труда в этих же Вятских полянах значительно лучше, да. Ну, конечно, во многом благодаря и действиям других предпринимателей, да, и местных властей, то есть не только промпарк там закрывал потребности, да, значит, предложения рынка труда. И здесь, понимаете, когда мы задаем этот вопрос коллегам из правительства, они говорят, ну, вы же понимаете, здесь федеральные деньги, они вложены, значит, ну, как же мы вот, нам надо все равно делать, доделывать и так далее. Опять же, предпринимательским мышлением вот такую позицию понять сложно. Вот, если я, условно, как инвестор покупаю какие-то акции, например, да, просто как пример приведу, эти акции начинают падать в цене, и я не вижу перспектив, что они через какой-то там промежуток времени снова вырастут. Но все равно их не продаю, потому что жалко, я их дороже покупал. Ну, нормальный предприниматель там, да, инвестор, он их все равно, если у него нет понимания, что они когда-то вырастут, нет, по крайней мере, там, каких-то фактов, говорящих о том, что они вырастут, их нужно продавать, потому что завтра они будут стоить еще дешевле, а послезавтра еще дешевле. То есть фиксировать убытки всегда психологически тяжело, но это нужно делать, потому что можно дойти и до нуля, как бы, да, если, значит, какой-то падающий рынок, например. Это просто как аналогия, да. То здесь, если люди, которые этим занимаются, да, у которых, собственно, там понимание, ну, точно больше, чем у тех членов общественной палаты, которые, ну, там, скажем, неглубоко погружены в этот вопрос, то есть мы рассуждаем, я рассуждаю как, ну, с точки зрения здравого смысла, да, то есть, может быть, есть какие-то факты, о которых мы не знаем, ну, тогда скажите нам о них, да. Я понимаю, что есть федеральные деньги, что есть, значит, соответственно, соглашение определенное, но если мы все признаем, если, собственно, там, сами члены правительства признают, что этот проект более неэффективен, то, наверное, нужно просто завершить все те обязательства, которые даны перед федерацией, реализовать, собственно говоря, все те пункты соглашений, ну, и дальше подумать, что делать с этим в дальнейшем. Потому что там, когда я читаю о, значит, планах построить там вторую очередь этого промпарка, когда еще первая, мало того, что не до конца заселена, то, ну, как бы, и совершенно там, ну, не теми арендаторами по виду их бизнеса, которые могут совершить какой-то прорыв там, да, в экономике региона. Вот. Опять же, это вопрос, да, это не ответ, а это вопрос, почему бы не подумать о том, не взвесить, как бы, все за и против, потому что, как если вздействовать с позиции, вот, уже столько вложили, жалко, как бы, бросать, да, так ведь так можно и еще больше потратить. Вот. Поэтому это, вот, ну, наверное, я просто пересказал тон дискуссии, который был на комиссии общественной палаты по этому поводу. А комиссия у нас, вы знаете, представительная, да, представители крупного бизнеса, банковского сообщества, крупных предприятий. Ну, то есть, там люди, которые на примере собственных компаний, да, больших компаний, ну, знают, по крайней мере, точно, что такое антикризисное мышление, что такое антикризисное управление и что вообще такое, собственно говоря, инвестиции. Вот. И все в один голос там задавали вопрос, а стоит ли продолжать это делать, но, собственно говоря... И что сказал новый директор корпорации развития? Пока мы слышим только, ну, у нас есть обязательства, нам выделены деньги, надо их, собственно говоря, там... Исполнять. Исполнять, да. Вот. Ну, пока это все, что мы услышали. Ну, сложно там что-то спрашивать пока больше, он совершенно недавно пришел, ну, то есть... Человек разбирается с делами. Разбирается с делами, я думаю, что, ну, полгода надо дать ему понять, что там происходит, ну, и, наверное, встретимся еще раз. То есть, через полгода вернетесь к этому вопросу? Конечно. Ну, там, черных дыр должно быть меньше в нашем бюджете, да. Все мы знаем их поименно, да, эти черные дыры, которые ежегодно. Это аэропорт там, да, и так далее. Вот. Но аэропорт, хоть понятно, там есть... Социальная нагрузка. Есть ежедневная, собственно говоря, ежедневно люди могут говорить, там, спасибо или не спасибо, тому улетели. Теперь уже не спасибо, судя по ценам. Улетели они или не улетели, да. А, ну, вот, ну, промпарк-то, он, как бы, для вот рядового гражданина, ну, что есть, что нет. Совершенно непонятная история. Совершенно непонятная. Для рядового гражданина промпарк этот будет эффективен тогда, когда он будет давать серьезные, там, значит, налоговые поступления, которые будут поступать в соответствующие, там, бюджеты в соответствующие уровни, и из этих бюджетов кому-то там увеличится заработная плата. Вот тогда только, да. А вот так вот, что там есть промпарк, нет промпарка, ну, 99% жителей области об этом не задумываются, поверьте. То есть в продаже Игрограда нет ничего страшного, в продаже здания Игрограда. Напротив, это... Ну, по Игрограду, да, там есть инвестор, собственно, который... Готов выкупить. Готов выкупить, да. Поэтому, вот, ничего страшного там нет, если понимать, зачем делаем, какую ставим цель. Вот. А, что называется, результат, он покажет, делали мы правильно или неправильно. Точно так же, как в спорте. Если команда выиграла... Значит, молодцы. Все помнят только счет, да, итоговый. Кто там, куда бегал, что делал, какие ошибки совершал, и как он там старался, но не получилось, не то что не вспоминает. Так и здесь. Есть цель. Она была обозначена при начале строительства промышленного парка. Если она не реализована, что бы там ни делалось, значит, делалось не так, и цель не достигнута. Вот и все. Ну, через полгода, я так понимаю, что будет еще одна встреча. Комиссия по экономике общественной палаты соберется, и, вероятно, новый руководитель... Корпорации развития Кировской области что-то вам все-таки определенное скажет насчет промпарков. Еще одна тема, тоже тема важная, тема социальная, остается, правда, мало времени. На прошлой неделе, опять же, была информация о неких изменениях, которые ждут нас всех. Изменения касаются медицины. Из электронной регистратуры Министерства здравоохранения намерено убрать запись к узким специалистам. Объясняется это тем, что люди сами не всегда самостоятельно верно ставят себе диагноз и не всегда записываются к правильному доктору. Соответственно, теряется время и у врача, и у пациента. К узким специалистам пациентов предполагается записывать через терапевта, как я понимаю, через участкового врача. Ваша оценка, это как-то улучшит наше здравоохранение или, напротив, создаст большую напряженность в поликлиниках? Опять же, здесь могу говорить только как пациент. Как потребитель. Да, слава богу, не жалуюсь, давно не был в поликлинике. Но если существует большое количество людей, которые действительно путают специалиста и идут не туда, это логичное решение абсолютно. Другой вопрос, сейчас будет ли хватать ресурса у тех терапевтов, на которых нагрузка увеличится. Если это предусмотрено, то тоже почему бы нет. Но есть нюансы в том, что если человек точно знает, кому ему надо, ему придется как бы два раза ходить вместо одного. Цепочка удлинится. Да, цепочка удлинится, это, конечно, минус. Возможно, имело бы смысл первую консультацию проводить по телефону, хотя бы для того, чтобы примерно понять, что у человека происходит. Конечно, по телефону диагноз не поставишь, но какую-то часть решения принять можно. Если уж, как говорится, нет, тогда на прием к терапевту. Ровно как, ну, не знаю, в любом бизнесе, вот как выстроен колл-центр, как CRM-система, да, сначала сидят специалисты самого простого уровня. Если, значит, звонок и специалист не может ответить, он переключает дальше. И так дальше могут переключать там вплоть до самого узкого специалиста. По телефону все равно быстрее же, наверное, чем прием, пришел, зашел, там поговорили. Мне кажется, в целом задумка верная, потому что, ну, она решает проблему непрофильной загрузки у специалистов. Но вот с реализацией здесь, собственно говоря, надо просто посмотреть. Как это будет работать? Какой-то пилотный проект реализовать. Ну, там у меня, собственно говоря, по крайней мере, по тем опытам общения с представителями Минздрава, там уже пост, значит, в новом правительстве. То есть мы про Андрея Черняева сейчас говорим. Да, да, про Андрея Черняева, ну, естественно, про Дмитрия Курдюмова. Исполняющего обязанности министра и исполняющего обязанности зампреда. Я их знаю как высококлассных специалистов в своих сферах, да, как врачей там в первую очередь, да. А здесь мне трудно как бы оценить менеджерский потенциал, но мне кажется, что умные люди как бы в одном и в другом, собственно говоря, смогут найти верное решение. Главное тут не рубить с плеча и на каких-то пилотных проектах попробовать, как это будет работать. Ну и будем надеяться все-таки, что на людях это не скажется, да, негативно на всех наших жителях. И все-таки подготавливаем вас, да, к тому, что вы сможете записаться к узкому специалисту именно через терапевта. Большое спасибо Александру Булдакову, члену Общественной палаты Кировской области, за особое мнение. Мы на этом завершаем. Анна Лапшина, до свидания. Спасибо, всего доброго.